доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро и значит мы продолжаем изучать тору надеюсь видно меня хорошо слышно меня хорошо и мы продолжаем изучать недельную главу бог называется бог будет а пришел пришел значит отлично всем будет ртов всем привет шалом слышно хорошо видно хорошо отлично значит мы продолжаем изучать главу бо и мы подошли к кульминационному моменту этой главы просто полнейшая кульминация кульминация в которой в этой кульминации мы видим машера бену пришел к фараону чтобы предупредить его о последней казни последняя казнь и казнь первенцев кульминация то есть все девять казни это был такой подход подводка и все девять казни было у фараона возможности для зоробычева вернуться к раскаянию но если бы он вернулся к раскаянию то то что тогда бы не было бы нам что изучать поэтому значит он не вернулся к раскаянии нам есть что изучать мы изучаем тору свыше все так подготовил что мы уже три тысячи триста тридцать три года назад были эти события мы изучаем как раз тору как это было и так значит читаем и сказал еще раз у меня вот в этом году я уже говорил но у меня в этом году прям прозрение да то есть я увидел впервые ситуацию описанную в торе с ракурса с которого раньше не видел вот и это еще раз доказывает что что мы живем не в мире реальности а мы живем в мире своего восприятия реальности даже назовем это так своего создания реальности потому что у меня после 20 лет изучения одной и той же главы у меня вдруг появился ракурс что евреи в то время в египте были в положении но я даже не знаю кто сегодня в таком находится низком положении ну просто ради шутки возьмем там чукчи где-нибудь чукчи только не чукчи настоящие а чукчи которые там вообще самые дальние чукчи которые у чукчи работают чукчами да то есть вообще самый далеки вообще и тут приходит такой шаман представьте заходит шаман такой вот маши рабену в глазах фараона он был такой шаман шаман чукчи которые там где-то у чукчи мыли туалеты да рабы-рабы и он приходит этот шаман и говорит отпусти народ к богу чтобы богу создателю хозяину мира а фараон говорит я не понимаю говорит я просто понять не могу вот этот вот район чукчи чукчи которые моют туалеты и это народ который бог выбрал для чего какой бог вообще это какой бог наши бог боги он говорит мне все известны вот бог солнца вот пирамида у него есть вот у него жрецы в золоте все ходят бриллиантах вот бог там нила значит вот его главный жрец смотри какой у него главный жрец весь бриллиантах такой весь на езде там на самом красивом верблюде в египте а ты кто говорит от маши рабену ты какой бог ваш если если евреи уже сто лет рабы и все что это такое а маша рабену говорит нет это бог самый главный бог создатель бог который единый бог бог единственный бог нет другого бога и он сейчас евреев вот этих вот чукчи чукчи хочет вывести из египта потому что он обещал когда-то их праотца мавраму и скаку якову которые были великие великие праотцы фараон говорит я не верю маша рабену говорит я щас тебе покажу ты не веришь значит и начинается нил в кровь жабы вши мор этот град с неба с огнем начинаются спецэффекты спецэффекты и тут вот мы дошли к кульминации значит это десятая казнь и сказал маше фараону у них такая идет уже беседы на повышенных тонах и говорит маше фараону так сказал бог как в полночь завтра около полуночи так если на русский перевести около полуночи завтра я выйду в среди египта то есть маша рабену вот этот вот жрец чукчи чукчи передает вот этот вот месседж такой да что бог сказал что около полуночи я приду само по себе в талмуде разбирается это выражение что почему сказал бог около полуночи бог что не знают во сколько он придет бог не знает когда полночь у него там часы сбились почему в торе написано около полуночи до талмуд проводит целое исследование по этому поводу из которого делается потрясающий вывод очень нам дело вообще дает талмуд три ответа на это почему написано почему маша рабену сказал как как в полночь первый ответ дается такой около полуночи он сказал так вернее не около там как в полночь вот как в полночь дословно первый ответ дается такой что маша рабену маша рабену он знал бог сказал маша рабену что это будет ровно в полночь но маша рабену знал что у египтян у них же не было часов точных да там и они могли сказать да это обман он сказал в полночь пришел не полночь и мужа рабену сказал как в полночь до около полуночи и из этого тому делает вывод такую дан для нас что приучи свой язык говорить и не д научи свой язык говорить я не знаю быть в словах осторожным я вот когда этот это место в талмуде я выучил я бы с тех пор всегда видите слова всегда перестать должен перестать употреблять я чаще всего не употребляю категоричные формы речи всегда во всех случаях и так далее можно сказать мягче около полуночи я приду около трех около трех не в три зачем обещать то что ты не сможешь делать я приду около в трех урок у нас начинается около десяти около бывает в 10 бывает 1003 значит приучи свой язык говорить я не знаю это первый ответ второй ответ толму дает так что разговор был в разговор был в полночь и мужа рабену говорит как в полночь то есть как сегодня в полночь также завтра в полночь 2 3 я не помню сейчас в общем говорит маше фараону как в полночь бог придет в египет и пройдет среди египта сам бог и продолжает представьте ситуацию стоит вот этот вот маша рабы ну перед фараоном царем великой империи империя вообще величайшая империя маг волшебник самый богатый самый там умный человек того времени в египте это фараон и маша ему говорит и завтра умрет каждый первенец в земле египта от первенца пару первого сына порода который сидит на престоле до первенца последней служанки рабыни и даже умрет весь первенец животных вот представьте такую такой месседж да вот этот шаман чукчи чукчи он он делал действительно магию и нил в кровь превращался и все но фараон он он думает ну не может этого быть но как это может быть что вот ну оно не сходится то есть если у них такой сильный бог и если этот сильный бог он выбрал еврести народ этих чукчи чукчи почему тогда они были сто лет рабами почему они сто лет мыли туалеты и были самыми униженными и уничтоженными народом в египте да то есть ниже не было не сходится если это такой всесильный бог и он их приглашает служить себе в пустыню так че он их раньше то не не помогал им ну где логика то есть это идет полностью в противоречие всей логике такой вот формальной логике мира и значит тут еще выходит этот машера бейну которого которого вообще непонятно откуда он пришел его не было и он значит говорит завтра умрет каждый первенец хорошо хорошо и будет и он продолжает маша рабына и будет великий вопль на всей земле египетской которого не было никогда и которого больше не будет но естественно что если в каждом доме умрут все первенцы вообще по всей стране то будет вопль и дальше он продолжает а у сынов израиля даже собака не гафнет будет тишина тишина и дальше он продолжает и вы узнаете в это ду он что разделяет бог между египетом и между исраэлем кстати здесь очень интересно что митсраем само слово митсраем это ограничение материальное ограничение исраэль это прямо к богу я шарли л это выход из рамок вообще в обычного восприятия он говорит разделяет бог между этими двумя уровнями жизни уровнями существования и подходу к жизни разделяет и дальше вот тут вот этот вот отрывок восьмой отрывок он для меня вообще непонятен вот честно вам скажу вот самый один из самых непонятных отрывков описывается что было дальше восьмой отрывок в эрду коля вадеха и машера бену продолжает и говорит фараону и спустятся все рабы твои ко мне и поклонятся мне говорит машера бену говоря выйди ты и весь народ которые которые следуют за тобой и после этого он говорит машера бену ему фараона говорит после этого я уйду и значит ва хрэхэн и цвц мы им а и после этого он говорит я уйду и вышел он от паро во и от самый им паро бахаре аф и вышел машера бену от паро в гневе непонятно машера бену пророк пророк который с ним разговаривал через него разговаривал всевышний и он понимает что вся вот эта вот история весь этот антураж все это это все воля всевышнего и всевышний управляет каждым моментом и он машера бену которого бог лично бог назвал потом самый скромный из всех людей у которого не было своего эго и тут вот в этом в этом вот отрывке он он говорит именно как от себя и он разгневался на фараона он с ним грубо так разговаривал с этим фараоном еще и вышел от него в гневе представляете вот это для меня было непонятно и сейчас до сих пор непонятно значит вышел он от паро в гневе в полу гнева объясняет раше за то что сказал ему фараон не увидишь ты больше мое лицо что фараон на него наехал возможно здесь вот такая вот здесь прослеживается такая интересная вещь что машера бену он же почему его бог выбрал у него не было его его у него не было его я он был прозрачная прозрачное стекло через которое бог говорил он был прозрачный да то есть поэтому он слышал голос бога и напрямую не добавлял к нему ничего теперь в когда он был вот такой вот прозрачный то есть возможно он впитывал и отражал то влияние которое на него накладывал фараон и когда фараон на него накатил с гневом то машера бену возможно как зеркало ему ответил гневом может быть то есть все-таки машера бену был человек в котором было проявлено божественное невероятно но тем не менее у него были и человеческие эмоции и человеческие слова и человеческие мысли и вид там у него был человеческий то есть вот мы когда учим тору но лично я да я раньше всегда видел как бог это высшая реальность, который есть, и который есть, и всем этим миром рулит. И когда ты так смотришь на мир, то все понятно. Ну, все понятно, да, действительно. Десять казней. Ну, а что для Бога десять казней? Весь этот мир существует по его воле, по его плану, по его желанию. Это для него очень просто. Но когда ты вдруг выключаешь, вот если выключить эту идею, да, если человек не верит в Бога, да, вдруг. Вот есть такой человек, он говорит, а я не верю. И тогда он смотрит на мир, он видит мир по-другому. Он видит механику. Он видит какого-то человека по имени Моше, какого-то человека по имени Фараон. И эти два человека, они как будто бы имеют власть над миром, над ситуацией, над людьми. Как будто бы нет Бога в картинке, а есть только два человека, Фараон и Моше. И Моше говорит, отпусти народ мой, да, let my people go. Он ему говорит, отпусти моих людей. То есть Моше Рабейн, он как лидер, он как царь. А Фараон говорит, я не отпущу это, мои рабы. Они здесь служат, они мои рабы. Моше говорит, это Бог, у нас есть Бог, который сильнее, чем я, чем ты, чем все. А Фараон говорит, я не знаю этого Бога. Где это Бог? А где он раньше был, этот Бог? Почему они были в Египте? Почему они были рабами? И вот этот вот как раз идет, вот эта вот такая картина, да, если мы смотрим со стороны Фараона, то это разговор двух людей. Если мы смотрим со стороны Божественной, то мы видим, что Бог, ну а как мы можем на Бога вопросы задавать? А у нас есть ответы, зачем он вообще мир сотворил? У нас есть ответы, почему человек с двумя руками, а не с тремя? Когда мы принимаем идею, что Бог творец, создатель, и весь этот мир это его, его желание, чтобы было так, и мы не можем спрашивать, а почему? Я бы делал по-другому. Так ты же не Бог. Ты не можешь на Бога спрашивать. Бог сделал, все работает. Мир работает. Поэтому мы можем только принимать то, что Бог сказал, вот это добро, это зло, это правильно, это неправильно, и действовать в рамках вот этой Божественной схемы. Или мы убираем эту схему, и мы остаемся тогда наедине вот с этим вот логикой, а в логику не вписывается. Не вписывается в логику, почему весь мир стоит сейчас из-за микроба какого-то? Почему этот микроб на два года остановил мир вообще? Что это такое? Хорошо, двигаемся дальше. Моше в гневе вышел от фараона, и дальше Тора нам говорит, дальше Тора нам говорит, у Моше в Аарон осует коль а мафтим а элли лифне поро. Моше и Аарон делали все вот эти чудеса перед фараоном, и укрепил Бог сердце фараона, и не выслал он ценово Израиля из своей страны. То есть даже после угрозы, представьте, после всех казней, после угрозы, что сейчас умрут все первенцы, а фараон же не один был, там же стоит его весь парламент, и весь этот парламент стоит, и что? Что ответит фараон? А фараон говорит, не отпущу. Они ему говорят, как? Мы же все умрем, если мы их не отпустим. Фараон говорит, не отпущу. Не отпущу. Значит, хорошо. И сказал тогда Вайом и Рашем эль Моше в Эль Аарон. Сказал тогда Бог Моше и Аарону. В земле египетская говоря. И дальше идет пророчество, которое касается уже каждого из нас на все поколения. Аходыша зелахем роша ходашим. Этот месяц для вас начало всех месяцев. Первый он для всех месяцев года. Это был месяц Ниссан. Месяц Ниссан, это примерно он выпадает на апрель. Плюс-минус на апрель. И, значит, этот месяц для вас будет первым месяцем. Скажите все общине Израиля, что 10 числа этого месяца, чтобы все взяли себе ягненка. Ягненка на дом. Дальше идет объяснение, очень такое странное объяснение. Мы все знаем, что знак зодиака апреля вот того времени, какой овен. Овен это ягненок. И здесь Тора нам говорит, возьмите этого ягненочка как раз, что 10 числа, то есть 10 день от полнолуния, возьмите ягненка, чтобы все евреи взяли ягнят. А как взять их ягнят? Они для египтян были божествами. Представляете? Это как в Индии сейчас какому-то маленькому народу, индусов миллиард, да, а там живет какое-то племя, например, есть в Индии племя, не племя, есть народ такой, называется этот народ сикхи. Сикхи. Они верят в единого бога. Такая религия сикхи. Они ходят в этих чалмах специальных. И эти сикхи, они в буквально там несколько десятков лет назад они убили, по-моему, индиру Ганди. То есть, они ее убили, телохранители сикхи, убили индиру Ганди. И потом были погромы в Индии на этих сикхах. Их 2000 человек убили, индусы просто затоптали, потому что индусов миллиард, а сикхах этих 16 миллионов. Вот примерно такая же ситуация была в Египте, где египтяне, их было много, а евреев было тогда 600 тысяч мужчин по всему Египту. Но сказал Бог Моше и Арону, чтобы евреи взяли вот этого божество египетское, этого ягненка. Взяли они этого ягненка. На десятый день месяца. И дальше я пропускаю объяснение, там объясняется четко, что это должен быть годичный ягненок без порока. А годичный именно, да, из овец или из кос можно его взять. И нужно его было хранить до 14-го числа. Это было страшно. То есть, это было реально страшно взять божество, которое вот ему поклонялись египтяне, и привезти его в дом, привязать его, и он бе... бле... это... Ну, что делают эти овцы? Они бекают и мекают там эти овцы, да, блеют, блеют они, да, такое слово интересно, блеют. И, значит, нужно было 4 дня его держать в доме, а потом нужно было ему сделать шхиту, сделать ему шхиту, значит, в сумерти, в сумерти 14-го числа месяца Ниссан, как раз в полнолуние, да. И дальше нужно было этого ягненка, нужно было взять кровь этого ягненка и специальной травой помакать в кровь и помазать на косяках, на косяках дверей дома, помазать этой крови на косяках дверей дома. Очень интересно. Значит, в тех домах, в которых будут кушать. И нужно было скушать этой ночью этого ягненка, обязательно жареного и кушать его на мацот. Мацот – это такие сухие хлеба, где мука, вода и сразу жарится. То есть, вот пресный хлеб, мука, вода и этот ягненок, жареный, его жарили на гранатовых шампурах специально, чтобы там не было в нем воды и так далее. В общем, очень удивительная это была вещь. Конечно, не такая удивительная, как Боинг или как космический корабль. То есть, мы сейчас, представляете, айфон, тоже удивительно, как он устроен. В общем, Бог сказал, съедите этого ягненка, не оставляйте от него до утра и, значит, кушать его надо, чтобы вы уже были припоясаны, обутые, с посохами в руках, готовы выходить из Египта. Готовы выходить из Египта. Представляете? И я тогда, Бог говорит, я пройду в эту ночь, именно 15-го Несана, и я лично ударю, так написано, ударю всех первенцев египетских от человека до животного, все первенцы умрут и все боди их, все идолы рассыпятся. Я сделаю над ними суды, они Ашем, я Бог. Так он закончил свое вот это. Я Бог, он сказал, что вы хотите, говорит, я Всевышний, я создал, я все это создал. Вот я, значит, так на все поколения, чтобы вы это изучали и читали. Дальше. А та кровь, которую вы намажете на косяках дверей своих, значит, я буду эти дома проскативать и в тех домах, в которых выполнили мои указания, значит, не будет никого мертвых. Все. И будет этот день для вас памятным. И на всех поколениях вы этот день празднуете. Вспоминайте, дальше идет длинная до конца главы, что идет описание, как празднуется каждая. Во всех поколениях, уже 3333 года, во всех еврейских домах празднуется Песах, 7 дней кушают мацот, 7 дней рассказывают, в первую ночь рассказывают эту историю про 10 казней. То есть, здесь как раз вот описано точно, что нужно делать на протяжении всей истории. И сказано так, что тот, кто из евреев не будет кушать мацу в Песах, значит, его душа искореняется и отрезается от душ еврейского народа. Все. Значит, хочешь, значит, будь евреем. Не хочешь, не кушай мацу, не делай обрезания, карет и до свидания. Все. Теперь, карет это как искоренение души. Хочешь стать евреем, welcome. Обрезание, значит, выполняй все заповеди, поклянись, соблюдай Тору и начинай кушать мацу в Песах. Все. Те, кто кушают мацу, узнаю по лицу. Так сказал Всевышний. То есть, это Всевышний поставил на все поколения главным таким штампом качества, кто евреи, те, кто помнят происход из Едимта, кушают мацу, делают обрезания и выполняют заповеди Всевышнего. Все. Хочешь быть евреем, будь, не хочешь. Всевышний сказал, искореняется душа из души еврейского народа, те, кто не празднует Песах и не кушает мацу. Все. Значит, ну, идет длинное описание, до конца сегодняшнего отрывка идет про Песах. Значит, очень это все интересно, очень это все непонятно, но человек живет по каким-то правилам. Вот, например, у меня сейчас отец в больнице, что Бог ему дал полное выздоровление и явно видно, вот его лечат врачи, он понимает, как они его лечат. Не понимают. То есть, или ты делаешь то, что тебе врачи сказали. Тебе врачи сказали, вот таблетки, принимай, вот операция, сделаем. Или не принимаешь. Если ты начинаешь не принимать, как люди относятся к божественным заповедям, а я не, а что это я должен кушать мацу? А кто сказал, что надо делать обрезание? Ну, никто тебе не сказал, не делай. То есть, у тебя есть свобода выбора. Хочешь делать, делай. Не хочешь не делать, не делай. В итоге, ты получаешь плоды своего труда, плоды своей веры, плоды своих, вся твоя жизнь, это следствие того, во что ты веришь и того, что ты делаешь. Все. Значит, это вывод, и в каждом из нас идет постоянный диалог между Моше и Фараоном. Моше говорит, отпусти, let my people go, служить мне. Внутри душа говорит, Моше Рабену, это как душа. Давай, служи Всевышнему, делай заповеди, делай добро, давай. А Фараон такой сидит, нет, говорит, не буду. Иди работай, тебе надо работать, чтобы покупать те вещи, которые, чтобы произвести впечатление на людей, которые тебе не важны. Есть такое выражение. Все. Всем, кто болеет РФАШЛМА, всем, кто не болеет, хорошего настроения и благодарности за то, что мы не болеем. Когда человек не болеет, нужно каждый день прыгать до потолка от радости и кричать, спасибо Всевышний, что я не болею. Тогда не придется потом молиться и просить Всевышнего, дай мне полное выздоровление. То есть, лучше быть благодарным, чем потом просить, помоги. Все. Удачи, успехов, хорошего дня. Я знаю, ты можешь.